Местный пастух пытается залить огонь из ведра. На помощь спешит небольшой автомобиль. Его особенность в том, что вода подается под давлением, поэтому ее расход меньше. Также есть пенообразователь. В этот раз управились за считанные минуты. Такую картину сейчас в Анапе можно наблюдать, если не каждый день, то достаточно часто. Много сухой травы, ветер и, как говорят специалисты, человеческий фактор. Любая банка может сфокусировать любое воспламенение сухой травы, сухой растительности. Любая банка прозрачная, бутылка пустая. Председатель Анапского общества охотников и рыболовов показывает остатки шпал, пропитанных криозотом. Отсюда, около трех недель назад, огонь начал распространяться вдоль насыпи по траве. На пути мусор, который служит дополнительным топливом. В эту яму, которая буквально в паре сотен метров, пламя перекинулось с насыпи. И явно было чему гореть. Следы пожарища еще видны сквозь молодую растительность. Любая свалка, можно сказать, питательная среда для огня. Это уже явно предприниматели. Справа то, что горело, слева уже свежий мусор. Чуть ниже по линии распространения огня строительный мусор. А ему, как правило, сопутствуют останки, растворители и другой горючей химии, обрезки пластика. Здесь же проходит газовая труба. Благодаря вниманию общественникам и слаженным действиям всех городских служб, удалось избежать более серьезных последствий. Это естественная среда обитания всех диких животных. Начиная от фазанов, водоплавающей птицы и всей их массы болотно-луговой дичи. Спасибо пожарной части нашей, которая оперативно сработала и умело затушила пожар. Картина с такой концентрацией свалок для Анапы нетипичная. Как рассказали в городской администрации, коммунальщики в постоянном режиме ликвидируют такие точки. Но они появляются в других местах или даже на том же месте. Проблема существовала и раньше, но она усугубилась после того, как по решению суда был закрыт полигон в хуторе Красный. Бороться со стихийными свалками помогает информация, которая поступает от населения. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков поручил активнее подключать администрации сельских поселений и территориальное общественное самоуправление к выявлению очагов возгорания. Вместе с тем есть места, где наладить постоянный контроль практически невозможно. На днях пожар произошел между станицей Благовещенской и поселком Суворово-Черкески в старой пойме реки Кубань. Как пояснили специалисты, чтобы поднять дичь из труднодоступных мест, браконьеры часто используют пиротехнику. Только за субботу в воскресенье на участке между Благовещенской и Суворово-Черкесском, где в воскресенье был отмечен крупный ландшафтный пожар, нашими службами было зарегистрировано 12 групп охотников. При этом на удалении в бинокль оптика нам позволила увидеть, что охотники применяли фаер-средства. Эти средства именно послужили по нашим анализам, провоцировали этот огонь. С 9 августа в городе-курорте действует особый противопожарный режим. Это означает, что разводить костры, сжигать мусор строжайше запрещено. Но даже в населенных пунктах. Каждому двору и предприятию не приставишь по посту. Тем не менее, к нарушителям правил пожарной безопасности будут применять меры. От штрафов до запретов к любым видам деятельности, что наносят урон природе.